Время, когда природа просыпается от зимнего сна, и охотники отправляются в свои традиционные приключения. Наша охотничья одиссея в этом году начинается с охоты на тетеревов. Обычно каждую весну я ехал в Карелию к отцу, и мы с ним отправлялись на наш ток, который расположен в отдаленном уголке, куда можно добраться только на лодке, так как он находится за озером. Однако иногда лед на озере еще не сходит к концу сезона, и тем самым наш ток остается недоступным. В этом году я решил не рисковать и отправился в другой регион, в Новгородскую область, где сезон охоты начинается 20 апреля. Там я буду охотиться на косачей. Для меня это будет новая локация в охоте на тетеревов. А моя семья, которую я взял с собой, будет наслаждаться загородным отдыхом. В Карелии же у меня есть другие планы. Мы отправимся в северную часть республики на поиски медведя, где надо будет поработать с молодым кобелем ролла. Охота будет проходить в живописных угодьях клуба «Валдайская усадьба». Путь из Санкт-Петербурга занял у нас около 4,5 часов. Теперь нас ждет знакомство с уникальной природой, находящейся рядом с национальным парком Валдайский. Для надежного и безопасного хранения оружия база оборудована специальной оружейной комнатой, которая защищена замком с сигнализацией. Поскольку весь дом был в нашем распоряжении, мы должны были выбрать комнату для заселения. Старший член нашей семьи получил право выбора. Все комнаты оформлены в неповторимом охотничьем стиле. Очень уютные и комфортабельные. Мне нравится тебе это? Хочешь туда пойти? И поднимаешься по лестнице, да? Ну это самая большая комната. Тут смотри, аж с гостиной. Какие птички? Идем в ванну покажем. Идем? Все скорее. Ух ты, смотри, какая ванна большая. В итоге мы остановились на комнате с прекрасным видом с балкона. Ну все. Пойдем покушаем, пойдем? Да. Давай скорее, пойдем. Иди сюда, папа. Не бойся, папа не поведет тебя к кабану. Не бойся. Нас встретили очень радушно. И сразу же после дороги накормили. Кухня здесь заслуживает отдельного внимания и не оставит равнодушен ни одного охотника. Шеф-повар Святослав Спиваков, он же победитель проекта «На ножах» от Константина Ивлева, предлагает авторские блюда из дичи. Можно выбрать любое блюдо и наслаждаться им. Для больших компаний есть отдельный ресторан на 20 мест с мангальной зоной и барной стойкой. Интерьер усадьбы на каждом углу. Напоминает о том, что вы находитесь в роскошных охотничьих апартаментах, где много настоящих африканских трофеев. Субтитры создавал DimaTorzok После небольшого отдыха мы решили покататься и осмотреть охотничьи угодья. Во владении клуба находятся два участка общей площади 26 тысяч гектар, находящиеся в разных районах. Такой подход позволяет продлить сезон охоты клуба. Мы объезжали территорию на вездеходе Вепарь, который выглядит очень брутально. К сожалению, во время нашего маршрута мы не обнаружили мест, которые могли бы вызвать трудности у этого монстра. Во время объезда мы заметили вышки разных типов и хорошую кормовую базу для копытных. Также для охоты на тетеревов подготовлены шалаши на таках. Завтра мы будем охотиться в одном из них. Здорово, что в эту поездку на охоту я смог взять с собой свою семью и буду проводить свободное время с ними. Впервые с сыном мы покидали спиннинг. Все пытались поймать метровую щуку. Он этого очень ждал. Но что-то пошло не так. Я думаю, что просто рано еще. Щука не так давно отнерестилась и ей нужно время на восстановление. А вообще в последние годы спиннинг редко попадает в мои руки. Потихоньку начал капать дождь. Погода была непредсказуемой. Дождь и сильный ветер создавали ощущение, что утром на тетеревинный ток никто не прилетит. Однако к вечеру осадки прекратились. И я решил прогуляться по окрестностям со своей собакой Рола. Я взял его с собой в эту поездку, чтобы он изучал новые места. Смена обстановки всем идет на пользу. Кто знает, возможно этой осенью он будет гонять здесь лосей. Время 3.00. Просыпаемся сейчас. И выдвигаемся на тетеревинный ток. Сейчас сделаем кофеечек. Собираемся потихоньку и выезжаем на место таковой найти тетеревов. Спасибо ребятам за кофемашину. Экипировку сегодня будем использовать от швейцевого бренда Харкела. Зимний комплект, очень теплый. На самом деле, охота на тетеревого достаточно в этом плане требовательная. По экипировке нужно обязательно все тепло. Потому что нужно долго сидеть, не двигаться. А это, как правило, приводит к тому, что человек замерзает. Самое главное нам, это чтобы у нас ноги были в тепле. Поэтому здесь у меня шведские сапоги полиуретановые, очень теплые. Можно долго не двигаться, ноги будут греться. Но тоже они не вечные, поэтому если часа 4 вообще не двигаться, то ноги тоже будут греться. Но нам этого должно хватить. Одежда от компании Харкела меня никогда не подводила. И для северных охот она подходит идеально. Я остаюсь ее преданным поклонником. Что касается сапог поливер, то они у меня недавно, чуть меньше года. Поэтому пока сложно делать выводы. Но то, что в ноги в них еще не мерзли, это уже большой плюс. Я вам добраться. Когда вы так все закончите, меня пораться и вызовите. Либо там какие-то вопросы будут, я буду заведеться. Птицы-то вообще будут прилетать на ток? Птицы много на ток прилетать? Сколько колокольчиков? Там два тока, я там разница между токами 200-400 метров. Поэтому здесь побольше, дороги там больше. Ну, я там посмотрю или, может быть, на второй доеду. Второй ток просто прям у самой дороги. Нам он не интересен, но он и есть. Просто если даже проводить охоту, любая проехавшая машина, все просто. Уже подходя к месту токования, дул сильный ветер, но сквозь него были слышны чуфырканье тетеревов. Я переживал, что активности может и не быть. Косачи просто будут сидеть на местах, без танцев и боев. Подойдя к шалашу, мы подняли двух петухов, после чего чуфырканье ненадолго прекратились. Полтора часа ожидания не принесли результатов. Тревога внутри меня начала нарастать. Внезапно из низинки показалась голова тетерева. Правее подлетело еще несколько петухов. Я не торопился и наблюдал. Наслаждался происходящим. Я выбрал цели и ждал, когда они попадут в зону поражения. Вагона не радовала. Дул сильный ветер. Временами шел снег и дождь. Расскажем. И столько проектов. Я не использовал если там быть палом. Продолжение следует... В какой-то момент птицы резко улетели на несколько десятков метров от шалаша в низину. После двухчасового ожидания было принято решение вернуться. Я испытывал смешанные чувства, разочарование и радость, словно разные эмоции боролись во мне. Но все это уже не имело значения, потому что охота закончилась. По возвращении на базу я воспользовался специальным охотничьим входом. Он оснащен оборудованием для мытья обуви и сушильными шкафами для снаряжения. Такие продуманные детали встречаются здесь часто. И это очень впечатляет. Очень здорово, что после охоты можно отдохнуть в просторной и уютной бане, снять усталость. А если вы относитесь к настоящим ценителям банных процедур, то для самых искушенных гостей работает команда профессиональных пармейстеров, владеющих 12 авторскими программами парения и массажа. Также после бани можно искупаться с пирса, где мы пытались поймать метровую щеку сыном. Среди прочего, больше всего меня впечатлил разделочный цех. Он продуман до мелочей и очень функционален. Теперь это вершина моих мечтаний. Здесь есть все необходимое для превращения разделки туши в настоящее торжество. Отдельный въезд прямо в цех, подъемник с лебедкой для разделывания туши на весу, мойка высокого давления, удобные столы с контейнерами, куда быстро попадают обработанные куски мяса или потроха. Также имеется ленточная пила, промышленная мясорубка и вакуумная упаковка. После обработки мяса вам предложат упаковать его в вакуумную упаковку и поместить в морозильную камеру. Пусть охота и была недолгой, все же я получил яркие впечатления, наблюдая, как тетерева собираются и такуют даже во время сильного штормового ветра с переменным снегом, хоть и всего на 15 минут. Но эти 15 минут были незабываемыми. Я получил то, что хотел, а моя семья прекрасно провела время за городом благодаря высокому уровню сервиса. Это было похоже на глоток свежего воздуха. Хотя я и остался без трофея, я все равно доволен, так как увидел новый подход к организации охотничьей базы и самого процесса охоты. Другие охотничьи базы и хозяйства могут принять у Валдайской усадьбы некоторые моменты или хотя бы расширить свой кругозор. Все развивается и подход к организации охоты также должен идти в ногу со временем. Валдайская усадьба это настоящие профессионалы своего дела, которые точно любят свою работу. В общем, этой охоты мне показалось мало. Я решил поехать на другой ток, уже в Ленинградской области. Сейчас вот еду, посмотрим, что из этого получится. Валдайская усадьба Валдайская усадьба Ну вот моя долгожданный трофей. Петушок такой красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова